Блогер и журналист Дмитрий Бегун рассказал о вопиющем случае использования поддельных лекарств. У друзей заболела годовалая дочь, пишет автор. Начали колоть антибиотики. Улучшений нет, привезли врача. Он посмотрел, какое лечение прописали и список медпрепаратов. Говорит, ничего не понимаю, все правильно, антибиотик сильный, дайте упаковку. Повертел, залез в инет, позвонил куда-то, потом говорит, лекарство поддельное. И рассказал, как должно выглядеть настоящее. Тут же купили нормальный препарат. Потом, продолжает Бегун, врач добавил, это уже не первый случай в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Надо в полицию заявление писать. Не надо полиции, ответил папа маленькой, им рты заткнут. Да и не будут они ничего делать. Мы сами всех найдем. Завтра и начнем. Конец поста. Продолжил медицинскую тему и блогер Канары82. Он пожаловался на новые больничные листы. Из маленькой бумажечки голубого цвета, поясняет автор, они превратились в огромный лист неопознанного формата. Над окошечком, откуда их выдают, висит огромный плакат. Больничные не мять, не складывать. Приобретайте файлики для их транспортировки. Медрегистраторша заполняла сей документ минут 20. Выводила прописные буквы гелевой ручкой, потом дула на них. При этом, после того, как поставила свою подпись, она меня два раза предупредила. Не убирай пока, посиди, пусть буквы подсохнут. Не знаю, спрашивает блогер, зачем все это придумали. Может, кто в курсе? Это очередной маразм нашего Минздрава. Безапелляционно заявили читатели. По статистике, треть таких бланков бракуется. И есть инфа, скоро будут опять новые вводить.